Игровой канал Ивана Полиота представляет Дорогие друзья Всем большой привет Меня зовут Иван Вы на канале Фалиота На ваших экранах Ведьмак 2 Убийца Королей 42 часть моего прохождения И это Эпилог второй концовки Каноничной Геральт из Ривии Возвращается В сожженный Реданцами И королем Родавидом Лог Муины Чтобы Вызволить Трис И разобраться Наконец-таки С Убийцей Королей По имени Лето И встречает нас Никто иной Как Йорвид Вместо Трис Конечно же Что с Саскей Жива Она ранена Я задел ее Во время боя Потом она Напоролась на дерево Потом еще этот стилет Но с ней Все будет хорошо Горный воздух Полезен Для драконии шкуры Ты самый благородный Человек Которого я знаю Гвинблейд Я не человек Хорошо Что напомнил Минуту назад Моя ненависть К этой расе Едва не начала Хватает Где Лето? Вы его поймали? С ним странная история Он сидит в бывшем лагере Тимерцев Кажется, он ждет тебя Откуда ты знаешь? Я его видел Трис у него Пойдем Расскажешь мне, что тут произошло Пока ты дрался с Саскей В городе разыгрался кровавый спектакль Кто в главных ролях? Актеров было много Сперва искали изменников Но все быстро переросло в погром Еще была пара стычек между солдатами Каэдвена Рыдании и Тимерии Насилие, грабеж, убийство Неважно в какой последовательности И орденские святоши, и простая солдатня Все охотились на чародеев Короли съехали сразу после атаки дракона Вместе с личной гвардией А не львгаарцы? Пытались сохранять нейтралитет Стреляли во всех, кто подходил к их лагерю Да, друзья мои, картина, конечно, предстает перед нами абсолютно Кажется, кардинально Или да, диаметрально противоположная Если в прошлой концовке все было опечатано магами И все поросло деревьями То здесь все пребывает в пожарище В бардаке Что я именно нахожу действительно канонично Потому что мир ведьмака, он весьма жесток Весьма шокирующ в каких-то моментах Кровав И у меня нет никаких сомнений, что родовид поступил бы именно так Невзирая на обстоятельства Он всеми фибрами своей души Ненавидит чародеев И сейчас ему представилась возможность От них избавиться От их влияния И выглядело это весьма убедительно Должен вам сказать Мы сейчас можем прогуляться, полюбоваться тем Как перекрашена, собственно, эта локация Выглядит все просто потрясающе Несмотря на то, что прошло уже очень много времени С момента релиза этой игры И здесь нам предстоит поучаствовать в некоторых стычках Да, здесь вот насилуют Коедвенские Когда мы с тобой закончим От тебя одни лохмоть Именно Коедвенские эти Солдатня насилуют Оставшихся живых магов И этому надо помешать Бей нелюди Они видят эльфа И сейчас, да Мы вступимся, конечно же Геральт никогда не проходил мимо подобного зверства И всегда его предотвращал Никакому кодексу он не следовал Просто это благородство ведьмака Всегда Так Немножечко сейчас Нерасторопно у меня получается Я, как вы заметили Перед тем, как Начать все это Бесчинство Пробафался Попил или кирчиков Смазал Меч стальной Именно Маслицем Против людей Которые 20% дает И давайте поболтаем С чародейкой Звери Подлые скоты Ты как? Нормально Оставьте меня Что здесь случилось? После переговоров Мы спрятались в каком-то доме Но нас нашли Моей сестре отрубили руки Чтобы она не могла колдовать Я убежала А тут меня догнали Пойдем, Гвинблейд Это какое-то безумие Вот такой теперь лог мой Да, кровь Трупы Зрелище, конечно, не для слабонервных И этой магичке я посоветовал бы куда-нибудь спрятаться Друзья мои Боли Ох, еще как на кол все рассажены Я знаю, как будут происходить дела в третьем Ведьмаке Там очень будет суровая охота на ведьм Вот красиво Очень красиво Здесь сейчас нам преподнесена локация Это еще не все Нам сейчас еще раз предстоит столкнуться С некоторыми товарищами уже из Нильфгарда Они еще здесь Обретаются Да, целый тут гарнизончик небольшой появляется Ну, не знаю, гарнизончик, отрядик, короче Да здравствует император Я не успел заюзать квен И меня уже настигли Благодаря своевременному, блин В своевременном начале боя И переходу геральтов под мое управление Но еще я тут очень удачно попал в окружение Но красиво зарезал Клинтографично зарезал Лежащего от нашего знака арт Одного из имперцев И немножечко ретировался Надо подкопить Скажем так нам Хоп, это, конечно, тут особо не подкопишь Но у меня ласточка работает И нормально Более-менее уже восстанавливаем И еще плюс ко всему прочему Наш меч Братобойцы отнимают у них энергию Нет у меня сейчас Этой самой Не восстанавливается у меня энергия Потому что у меня знак квен активен Когда он активен энергия не восстанавливается И это не даст мне их нормально репостить Поэтому сейчас, наверное, придется мне все-таки Да Себя немножечко дать проатаковать Чтобы снять с меня этот знак квен И подкопить немножко ячейки Желтенькой энергии Отлично Вырубаем И еще там ждут нас два арбалетчика Сейчас немножечко я так На них прицелюсь Йорвит В принципе Ну, от Йорвита, конечно, от НПС Наших сопартийцев толку-то мало В плане урона Но, к сожалению, Арт на них не действует Но зато мы Ой, блин, я промахнулся Зато мы вернули часть Не часть, а полностью восстановили ХП Благодаря нашим мечам И сейчас Продвинемся дальше В принципе, все Соткновение нас больше никаких не ждет Поговаривай Мне удалось пробраться в лагерь Нильфгаарцев Я видел, как Лето выводит от них Трис И они его выпустили? Никто не решился встать у него на пути Я пошел за ним Наверное, он меня увидел, но не обратил внимания Когда в городе все улеглось Он перебрался в бывший лагерь Тимерцев С Трис все в порядке? Да Лето защищал ее от мародеров А Лето-то интересен Вы представляете, он еще и Трис Он всех наших чародеек спас Поклон ему и уважение Сейчас мы с ним, естественно, будем болтать Очень-очень долго В прошлой концовке здесь маги Зажигали трупы и опечатывали город Уходили А сейчас картина предстает перед нами другая совершенно Повторюсь, кровавая И здесь все в кострах, в крови И ожидает, собственно, лето В куче трупов и Трис напуганный Но он ее охранял Останься тут, Ервет Дальше я пойду один Почему? Это касается только нас Присмотри за Трис, пока я не вернусь Дело твое Да, и вот еще что Нильфгард пересек Яругу Будет война Вафаэль, Гвинблейд Не дай себя убить Бывай, Ервет Если не вернусь в течение часа, найдите Саскию И уходите без меня С тобой все в порядке? Да Он вырвал меня из рук нильфгардцев И защищал от солдатни Пора положить этому конец Ервет ждет тебя Я догоню вас Геральт Он много знает Я понимаю, Трис Поэтому я должен с ним поговорить Не дай себя убить, ведьмак Не бойся Не дам Все будет хорошо Ну что ж, друзья мои Трис и Ервет отправляются в Освояси За кадром осталось то, как Лето именно вырывал у нильфгардцев именно Трис Спас ее Но сейчас мы его обо всем расспросим Это будет долгий разговор Долгая беседа Я надолго сейчас замолчу И поболтаем уже в самой концовке С вами Приятного просмотра Что-то ты задержался Этот камешек из мегаскопа Шиалы? Угу Моя последняя шутка Я подменил бриллианты Тот, который сейчас в мегаскопе, не такой чистый Изъян невелик, но его достаточно, чтобы создать помехи в телепорте Имперские чародеи уверяли меня, что результат будет выглядеть очень эффектно Я позволил ей уйти У тебя просто нет сердца То, что с ней сделают после этого королевские тайные службы Займет гораздо больше времени Ее ждет очень много боли Не сомневаюсь Ну что, карты на стол? В каждой игре рано или поздно наступает такой момент Мне это даже нравится Но сперва Водки хочешь? Ну давай Что-то в горле пересохло Выпьем за старое знакомство Так как? Вернул себе память? Не совсем Ты помнишь, как мы встретились? Ну да, еще бы Я спас тебе жизнь Хорошо же ты мне отплатил Лучше не мог, честное слово Сам понимаешь, заботится о чужой женщине А Янифер твоей Не знаю, что уж ты в ней нашел Но, как говорится Дегустимус ноне диспутандум Зимний солнцеворот 70-го Мединвайрни Ночь магии Лето не солгал Охота остановилась Под деревом висельников Призраки отбирали лучших из похищенных Там была Янифер Призрака можно изгнать Но не убить Это знает каждый Только всадники падали Под ударами ведьмачьих клинков Из-под панциря лилась красная кровь Мы не могли перебить всех Их было слишком много Слишком Он не был похож на других эльфов В его взгляде не было стыда Он не страдал от преследований Не пережил ни одного погрома Его не сгоняли с родной земли Эльф пришел из чужого мира Как захватчик Я предложил свою душу В обмен на душу Янифер Он согласился без колебаний Эй, ты здесь? А то ты вроде отключился Воспоминания Я вспомнил дерево висельников И дикую охоту Меня обменяли на Янифер Пора открыть карты Если только ты не хочешь Просто убить меня Я преследовал тебя По разным причинам И для начала Ты должен мне кое-что объяснить Ну, допустим, объясню Расскажи мне о Янифер Что случилось после того, как я ушел Она металась в горячке Между жизнью и смертью Несколько дней Мы думали, она не выживет А когда она немного пришла в себя То не могла понять, что происходит Амнезия Как и у тебя Что дальше? Дальше мы быстро выяснили Что она баба с характером Она крепко нам насолила Соблазняла Эгона Пыталась нас разделить После того, как ты так благородно Принес себя в жертву дикой охоте Было просто нелепо Оставлять ее одну Она не прожила бы и месяца Она ж ведет себя как княжна И привычки у нее такие же А на деле она простая чародейка Вдобавок утратившая память Мы тогда были в самом сердце Империи А в Нильфгарде, как ты знаешь Чародеев с такими замашками Или очень быстро изгоняют Или их разрывают лошадьми На площади Победы Я слышал Как мы путешествовали По провинциям Империи Вытягивали ее из разных переделок А в один прекрасный день Нас спеленали имперские тайные службы Меня, Эгона, Зеррита и Йеннифер Тайная служба Императора Да Нас разделили, долго допрашивали Но спокойно, без насилия Так я познакомился с Ватье Деридо А несколько недель спустя Увидел самого Императора Я простой ведьмак Что случилось с Йеннифер? Не могу сказать Император отправил меня С заданием на Север Что касается Йеннифер То мне показалось Что она чем-то важна для Эмгира Я подозреваю Что именно от нее Они узнали о ложе У имперской разведки Свои методы Я знаю только Что за ней постоянно Приглядывали люди в Атье Позже мы уехали Убивать королей Севера И больше я о ней Ничего не слышал Значит она в Империи? Была там, когда я уезжал Откуда ты знал Где мы найдем Дикую Охоту? Каждый ведьмак Который носит на шее Медальон змеи Знает это Когда-то я даже думал Что мою школу Основали специально Чтобы разгадать тайну Призрачных всадников У нас есть масса книг И свитков Связанных с ними Ты знаешь кто они? Всадники Дикой Охоты? Из того, что я понял Это потомки Каких-то бешеных эльфов Вся эта история Оказалась одним Большим обманом Легендарный вестник войны Был ярмарочным зазывалой Уверяю тебя Ни один ярмарочный фокусник Не способен Собрать свиту Из летящих по небу призраков Или вызвать амнезию В них есть что-то большее Говорю тебе Ну давай Просвети меня Если тебе так хочется Явление Дикой Охоты О котором ходит столько легенд И мифов Это факт Я сам убивал И изгонял призраков охоты Это были духовные эманации Аватары настоящих всадников Тех, кого мы встретили Под деревом висельников То есть ты хочешь сказать Что тебя похитили эльфы Материальные сучьи дети Самые обыкновенные Для своего мира Они может быть и самые обыкновенные А здесь они чужие Ты знаешь теорию о сопряжении сфер Знаешь откуда взялись чудовища В нашем мире Как и любой другой ведьмак Значит ты знаешь Что есть и другие сферы Наши чародеи Самые могущественные Могут открывать ворота между мирами Обычно они призывают чудовищ Которых мы потом убиваем Эльфы, которых мы видели Происходят из другого мира И их никто не призывал Они сами сюда пришли Уверен, что даже для них Это очень трудная задача Им гораздо проще отправить сюда Свою духовную эманацию В теле они приходят сюда Только в особых случаях Например, ради тебя и Йеннифер Типа того Значит, эльфы из другого мира Их ручные призраки Чего они от тебя хотели? У меня есть кое-какие мысли на этот счет Но это не твое дело Как ведьмак мог согласиться убивать людей По заказу других людей? По приказу императора, Геральт Он необычный человек Правители Севера в лучшем случае достойны Полировать ему наколенники собственными мордами Почему? Все очень просто Он обещал мне восстановить школу ЗМИ Орден Ведьмаков, в котором меня создали Школы Ведьмаков на юге пришли в упадок много лет назад А сами ведьмаки превратились в изгнанников Обычно нас даже в город не пускают Кроме Зерита и Эгона Я знаю еще двоих ведьмаков из Школы ЗМИ Не знаю, где они сейчас Я не видел их много лет Но теперь они смогут перестать прятаться Вернуться домой Почему ты до сих пор здесь? Почему ты ждал меня все это время? Я знал, что ты меня в покое не оставишь Будешь таскаться за мной по пятам Только я не собираюсь скрываться Правду обо мне знаешь только ты И несколько человек, слово которых уже ничего не значит Я никогда не считал тебя врагом Я хочу идти своим путем И если для этого придется драться с тобой Пусть так и будет Но эта история закончится здесь и сейчас Скажи мне, зачем все это? Какая была цель? Убить столько королей, сколько получится Вину свалить на чародеек Посеять хаос Подготовить Север к вторжению Знаешь, что меня больше всего забавляет в этой истории Мы даже не представляли, какую благодатную почву тут найдем Не важно, чем окончится эта война В любом случае, правители Севера будут еще очень долго Обвинять друг друга Доказывать свои права Мстить Ссориться Север похож на охваченный пожаром бордель Как сказал бы твой друг Лютик Как ты вышел на контакт с Шиалой? С тех пор, как я узнал о существовании ложе, особых проблем у меня не было С самого начала она присматривалась каждому моему шагу А если я этого хочу, рано или поздно все начинают принимать меня за тупого осла Я вертелся вокруг Шиалы, убил для нее пару монстров Ныл про то, какой я несчастный, как мир ко мне несправедлив Я также позаботился о том, чтобы нас вместе заметили несколько надежных свидетелей Такая страховка на случай, если меня поймают Одновременно я готовился к покушению на короля Ковера Изначально именно Эстерат Тиссен должен был стать первой жертвой таинственных убийц Но прежде чем до этого дошло, она заказала мне убийство Демовенда Судьба мне улыбнулась Теперь мне не нужно было подставлять Шиалу Достаточно было выполнить ее заказ и пойти дальше Откуда ты узнал о ложе чародеек? От императора Иватье де Ридо, шефа императорской разведки А они, похоже, узнали об этом от Йеннифер К ней вернулась память? Я бы не стал утверждать, что она специально донесла на своих подруг Подозреваю, что они нашли способ добраться до памяти Йеннифер помимо ее воли На моих допросах тоже сидел чародей Молодой офицер разведки Гордый такой Мне дали список чародеек, состоящих в ложе При разговоре присутствовали только Император и Ватье Только они двое знали о моей миссии Как тебе удалось убить Димовенда? Благодаря магии Шиалы мы знали каждое его движение Привычки, поведение стражей, словом, все Оставалось только нанести последний удар Кроме того, Шиала не жалела денег на взятки и подготовку Мы работали в очень комфортных условиях, но нам все равно пришлось нелегко Мы едва ушли от облавы Если бы не эльфа Йорвета, а это снова была задумка Шиалы, у нас ничего бы не вышло А так, нам не только удалось убить Димовенда Мы были вне подозрений и вне досягаемости чародеек из ложи Так что мы спокойно продолжили планировать покушение на Фольтеста и Хэнцельта Откуда ты узнал, что Фольтест придет в монастырь? План убийства Фольтеста мы разработали с Йорветом Король Темерий не скрывал, что собирается расправиться с Лавалеттами И я был уверен, что он захочет отобрать своих внебрачных детей А где же прятать детей во время осады? Как не в монастыре? Мне надо было стать монахом Но я же не мог просто так прийти в монастырь и заявить, что на меня снизошло откровение Никто бы не поверил И тогда один из патрулей Ариана наткнулся в лесу на нескольких белок Которые пытали бедного безоружного монаха Отважные воины разогнали эльфов А я получил приют в стенах монастыря И никто не заметил, что ты даже не был ранен? Монах, который меня лечил, получил достаточно Ариана в замолчании Собственно, владел он ими недолго Позже я его убил Только мертвые не выдают тайн Потом мне оставалось только ждать Когда я увидел, что ты входишь в келью вместе с Фольтестом То подумал, что план провалился На счастье, ты не узнал старого друга А когда ты решил избавиться от Йорвита? Как только понял, что не могу им манипулировать Он был слишком предусмотрителен И слишком опасен В любой момент он мог разгадать мою игру Ооо, это было ошибкой Никто не смог бы до тебя дотянуться Пока ты оставался под охраной с Каэтейли Может и так, но и я сам тоже ничего не мог делать Если бы только мне удалось добить Киарана Но тебе этого не удалось Так я связался с Йорвитом и заставил тебя бежать А я сохранил тебе жизнь Хотя мог бы и убить Я помню Значит, это тебя искала Шиала, когда приехала во Флотзен Совершенно верно Она хотела от меня избавиться Думала, что все еще контролирует ситуацию Готов поспорить Она считала, что я спятил Или что Йорвит мной манипулирует А тем временем Север все глубже погружался в хаос Точно Оставалась только одна проблема Ты Конечно, я мог бы убить тебя в эльфских развалинах Но ты никогда не был моим врагом Вы облажались с Хенцельтом Все из-за этого проклятия Сабрины Сначала мы застряли в ущелье А потом появилась Шиала Она берегла Хенцельта Пуще собственного Ока Но его смерть нам была не слишком нужна И тогда судьба улыбнулась нам во второй раз Я узнал о переговорах И о планах возродить Советы Капитул Это был идеальный момент Для великого завершения нашей миссии Хватит разговоров Давай покончим с этим Будем драться Водка еще осталась По глоточку Давай Имперские войска прямо сейчас форсируют Яругу С севером покончено Пора перебираться на юг Там нас ждет хорошая жизнь Ты дурак, Лето Ни ты, ни твой император Не приняли во внимание одного Беда сближает людей Может быть, благодаря вам Север сплотится, как никогда раньше Это уже не мое дело Я тебе не враг И никогда им не был Если ты меня отпустишь, я уйду И мы больше никогда не встретимся Но если вынудишь меня драться На этот раз я убью тебя Я узнал все, что хотел Я чувствую, как воспоминания возвращаются ко мне Твоя смерть ничего не изменит Ступай своей дорогой Что, прямо так? Никаких угроз? Никакого напутствия? Ты идешь или нет? Прощай, Геральт Друзья мои Это был великолепный диалог Который раскрыл нам в полной мере Якобы злодея Но Ведьмак это Не тот мир, не тот сюжет Не та игра, где все Определяется добром и злом У каждого есть свои причины Действовать так или иначе И Лето Описал их только что В полной степени Что Канонично Геральта не заставит Ни в коем случае Не то, что поднять на него руку А еще и в принципе Поблагодарить за то, что он сделал Отплатил он ему сполна За то Что он спас ему жизнь В свое время В книжках О лето Конечно же не говорится И Это очень здорово прописанный Новый персонаж Который настолько сильно украсил Мир Ведьмака Что у меня Аж Даже мурашки по коже идут Рассказал нам обо всем И про дикую охоту И про Йеннифер Геральту сейчас вернулась в память Которая будет Еще в большей степени Описана Все его прошлые события В третьей части Да Он вспомнил все Что было с ним Именно в книгах Сапковского Про погрома На Танаде Про Вообще все события Которые происходили С Цири Ну про Цири Здесь пока еще никакого Нету Повествования Они естественно Мы все узнаем В третьей части Вот Сейчас послушаем Мастера Лютика Ведьмак прошел долгий путь Он встречал людей Достойных И подлецов Худшим из которых Бернард Лоредо Лоредо продал Флотзам Кайдвену И разогнал Нелюдей Флотзам превратился В военный лагерь Жители переселили В чужие земли В Айдирне Ведьмак стал свидетелем Великой Победы Саски Долина Понтора Вольный край Лежащий в Верхнем Айдирне Стала землей Обетованной Для мечтавших О свободе Даже старый вояка Золтан Хивай Поверил Сон о счастливой стране Однако Творцов Нового Мира Ждали тяжелые времена Черные тучи Сгущались над Тимерией Со дня смерти Фольтоста Земли без короля Напоминали кусок сукна Раздираемый на части Баронами Эти мелкие падальщики Разбежались прочь Стоило выйти на охоту Хищникам покрупнее Съезд в Локмуини Определил судьбу Державы Фольтоста Ее разделили Родовид Риданский И Хенсельт Владыка Кайдвена Бури, которая вскоре Разразилась над Севером Отчасти способствовали Чародеи Казалось, они больше других Выигрывают от смуты В Тимерии Айдирне и Кайдвене Простой люд Обратился против Чародеек И всяческих мутантов Не исключая И ведьмаков Укрепленные замки Которые до сей поры С охотой принимали Адептов магии Закрыли ворота Перед Чародеями Началась охота на ведьм То были смутные времена Жесточайшего насилия Прикрытого королевскими декретами И в эти неспокойные дни Мы, те, кто творили Судьбы мира Вдруг получили передышку Золтан отправился К невесте Я же с радостью Вернулся В объятие Мус Кто тогда знал Что буря Пронесшаяся Над королевствами Севера Была лишь Началом Великого шторма И вступлением К новой повести О Геральте Из Ривии Друзья мои Ну что ж Заканчивается на этом Уже окончательно Ну В кавычках Конечно же Окончательно Повествование Ведьмака И Я хочу с вами поговорить О том Почему я считаю Эту концовку Каноничной В рамках прохождения Именно за Йорвета За Роше Пока еще не знаю Очень скоро мы к ней приступим Там будут другие размышления Конечно же Ну Во первых Само повествование Нам говорит о том Что В этом В мире ведьмака Как я уже сказал раньше Не все Так гладко Не все Поделено на черное и белое И У каждого Есть свои причины Принимать Те или иные решения Это я имею ввиду Большой политики Да и ведьмака В принципе В целом Вот И То что вы увидели сейчас Погром Уничтожение Лок Муина Просто Какое-то Пиршество Кровавое То что В этих стенах Происходило Трупы на колях Это Яркая иллюстрация Жестокости Этого мира И В принципе Третья часть О которой Конечно же Люди Когда проходили Эту игру Не знали Все надеялись Что От принятых Ими Решений Будет развиваться Сюжет третьего Ведьмака Но нет Увы Ях Разработчики И сценарист Третьей части Все Немножечко Возвели В свой Абсолют В свое Видение И Последствия Мы увидим Конечно же Единственное Я только не увидел Последствия Именно Вергена Долины Понтера Айдирна Так называемого И под Руководством Саски Которую мы спасли В этом Эпилоге В этой Концовке И Никаким образом К сожалению Да Это спойлер Возможно Но Ничего страшного Я говорю И так Это все Об этом знают И я специально Подвел Эту концовку Именно Вот Под такой Вот Момент Чтобы Дать Некие Пояснения Почему я Так сделал Ни про Йорвита Ни про Саски К сожалению Мы больше Не услышим Роше Нам Повстречается У него Будут Свои Интересные Моменты Естественно Которые Мы увидим В третьей части И Это будет Весьма Весьма Интересно Я еще Удивился Кстати Когда проходил Ведьмака Ответь его Почему же Нам не Повстречался Йорвит Который Ну По всем Вообще В принципе Канонам Хорошего Качественного Фэнтези И хорошего Качественного Сюжета Здесь выступил На ярчайшей Просто звездой На ярчайшем Персонажем За которым В принципе Геральт Следуя Своему Собственному Кодексу И благородству Последовал бы Потому что Йорвит Оказался Действительно Благородным Эльфом Который Боролся Во имя Не просто убийства Всех людей Как большинство Скайтаэлей Мстящих А он Помимо всего этого Еще и хотел Лучшей жизни Создать свое государство И чтобы в нем Правил Такой достойный Правитель Как Саски Сайсентезис Дочь дракона Борхат Регалки Но Увы и ах Увы и ах Ну так или иначе Так или иначе Я повторюсь Я считаю Именно эту концовку Я еще повторюсь Я еще не знаю Что будет у Роше Я считаю Именно эту концовку Прямой Ну Скажем так Прямым вектором Развития сюжета Третьего Ведьмака Там будут происходить Уже совсем другие События Вот Ну да ладно Что я о третьем Ведьмаке Мы сейчас говорим о втором Понравилась ли мне Вообще в целом Эта сюжетная ветка Очень понравилась Она Абсолютно неординарная Очень много Разветвлений Очень много Последствий Которые К сожалению В концовке Не рассказываются По многим По разным причинам Там да Я сейчас у меня Даже из головы Уже все повылетало Потому что Времени мало Это все дело Описывать Какие мы принимали Именно решения Касательно Флотзама Тимерия Вернона Роше Что станет Что сейчас с ним стало В этой концовке Неизвестно Мы просто с ним разминулись Он поплыл Заниматься своими делами И все Больше мы его не встретили Встретили Йорвета Который нас поблагодарил Поклялся Ну не поклялся А признался Нам В том Что Геральт Благороден И Сам Собственно Лето Который Рассказал Что всему причиной Как всегда Император Нильфгарда Эмгир Вар Эмрейс Задумал свои коварные планы И реализовал их Что дало ему поводу Вторнуться на север Форсировать ее ругу И Сейчас в концовке Вы увидите Как раз его шествие И это Наверное То самое единственное Что в третьем Ведьмаке Мы увидим И а именно Уже непосредственно Войну Вторжение На север Ну не саму войну Мы участвовать В ней никак не будем А именно В условиях Военного положения Будет происходить Вся эта игра Независимо от выбора Концовки Во втором Ведьмаке Друзья мои Вас ждет Прохождение Зароше Очень скоро Постараюсь Начать его А сейчас Я Попрошу вас Стыкнуть большой пальчик вверх И подписаться на канал Я надеюсь Что вам все понравилось Оставляйте свои пожелания Идеи И вообще Впечатления Об этой игре В комментариях Я с удовольствием Их почитаю С вами был Фолиот Вас ждет впереди Повторюсь еще раз Заключительный видеоролик Который мы увидели В прошлой концовке Всем До новых встреч И как всегда Большое пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok